Всем привет! В студии я, Диана Шилова, и сегодня я расскажу вам о самых актуальных новостях студенческой жизни. Итак, начинаем наш выпуск. Казанский федеральный открыт для всех. Так, 11 мая прошла новая серия бесплатного образовательного проекта «Про наука». Математику и IT вместе с посетителями ночью изучал наш корреспондент Анастасия Иванова. Аудитории и коридоры Казанского федерального сегодня еще активнее. А все потому, что здесь проходят научно-популярные лектории «Про наука». О ней вклидовой геометрии, квантовой механике и теории вероятности может узнать каждый. И каждый может узнать свой научный предел. Ночной предел – это продолжение серии тематических научно-популярных интенсивов «Про наука» в КФУ. Интерактивный образовательный праздник на этот раз прошел под флагом математики и IT в честь года Лобачевского в Казанском федеральном. Люди, связанные с образованием, с наукой и не связанные с ним, должны знать, чем же эти ученые и чем эти преподаватели в университетах занимаются. В то же время мы должны сделать так, чтобы молодежь оставалась в нашей стране. Для этого нужно, чтобы наши университеты были достойно представлены как в содержательном плане, так и инфраструктурно. Посетить аудиторию Казанского федерального, послушать научные лекции на простом, понятном языке мог каждый желающий. Насыщенная программа включала целых 36 разнообразных форматов обучения в развлечения. От турниров по киберспорту и сборке кубика Рубика на скорость, опытов, мастер-классов до кинопоказа, научных боев, квеста и полного погружения в виртуальную реальность. Для самых маленьких работал детский лекторик, где ребят познакомились с историей развития геометрии. Интересно. Я разобрал математические фокусы, теорию вероятности. Потом здесь очень интересно, потому что есть много всего другого. Там рассказывали о геометрии Лобачевского, о кротовых норах, о черных дырах. Не обошлось и без традиционного научно-популярного лектория. Перед гостями мероприятия выступили ведущие ученые Казанского федерального, а также представители Российской академии наук. Одну из лекций посетил и ректор КФУ вместе с почетными гостями. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Было ли извержение сибирских трапов основной причиной глобального потепления и вымирания? В этом решили разобраться ученые Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Насколько близка грядущая катастрофа, выясняла Аделя Шамилова. На сегодняшний день внимание ученых всего мира приковано к проблеме крупнейшего в истории Земли перматриасового вымирания морских и наземных организмов. Дело в том, что современное глобальное потепление климата, по мнению большинства исследователей, во многом аналогично климатическим изменениям, которые происходили около 250 миллионов лет назад. Сегодня существуют десятки гипотез, описывающих причины вымирания видов, но ни одна из них не является общепризнанной. Поставить точку в этом вопросе намерены ученые кафедры палеонтологии и стратеграфии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Новым научным проектом руководит член Геологического и Палеонтологического общества Америки, а также Американского геофизического союза Владимир Давыдов. Наш проект называется «Точная хронология биотических и абиотических событий на рубеже Палеозойской и Мезозойской эры». И этот проект является таким очень актуальным, потому что этот рубеж в истории Земли связан с глобальным вымиранием, самым крупным глобальным вымиранием в истории Земли. Как большинство палеогеологов, ученые КФУ считают, что виной всему сибирский траповый вулканизм, в результате которого произошло резкое увеличение углекислого газа, сульфидов и других сублиматов в атмосфере Земли и водах океана, что в итоге привело к катастрофе. Участники грандиозного проекта намерены установить общие закономерности развития Сибири и всей биосферы планеты на рубеже Палеозоя и Мезозоя в континентальных и морских условиях. «Эти излияния сопровождались выделением большого количества фумарол и различных химических веществ, которые попадали в атмосферу, вызвали кислотность океана». Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ не остались в стороне от проекта. «Мы занимаемся в данном случае наполнением базы данных, где будут содержаться информации о ископаемых растениях». «Я на самом деле только в начале пути и начала в начале этого года, 2017-го. Буду продолжать, пока будет нужна моя помощь». Установив причинно-следственные связи вымирания с вулканическими, климатическими и другими событиями, происходившими четверть миллиарда лет назад, ученые и молодые исследователи смогут ответить на вопрос, является ли начавшееся глобальное потепление современной Земли аналогом климатических изменений того далекого времени и предвестником грядущей катастрофы. С рабочим визитом Казанский федеральный посетила делегация Нотингемского университета. Гостям были представлены возможности университета, которые он открывает не только для российских студентов, но и зарубежных. Казанский федеральный с рабочим визитом посетила делегация Нотингемского университета. 10 мая проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов познакомил гостей с историей Казанского университета. И провел встречу с сотрудниками Департамента внешних связей. В ходе визита прошло посещение научно-образовательного центра Института фундаментальной медицины и биологии и проведение переговоров с его руководством. Визит в Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, а также экскурсия в деревне Универсиады. В пятницу 11 мая стоялось посещение Института физики и Химического института имени Бутлерова. Стоит отметить, что цель визита заключается в ознакомлении с условиями пребывания и проживания иностранных студентов в КФУ и программами по изучению русского языка и других гуманитарных дисциплин. Кроме того, представители членов делегации интересуют организации студенческого обмена. К слову, один студент Тоттенгемского университета уже проходил обучение в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Яркий эпатажный человек театра, российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в Казанском федеральном. Самое интересное в нашем сюжете. Мы все применяем на себя маски, которые нам удобны, в которых мы стараемся чувствовать себя комфортно. Пытаемся таким образом влиться с этими масками в социум и остаемся лишь сами собой только тогда, когда приходим домой, в одиночестве. Открытой душой и открытой к общению Николай Басков провел пресс-конференцию со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ и с региональными СМИД Татарстана. Потому что у меня есть любимое дело, у меня есть любимое детище, созданное на сегодняшний день. И я обожаю встречаться с людьми, обожаю общаться. После семилетнего перерыва народный артист России Николай Басков представляет новое, яркое, поистине грандиозное шоу «Игра» в постановке знаменитого режиссера Алексея Сеченова. Уникальные декорации, эксклюзивные костюмы, специальная постановка для каждого номера, грамотное и очень интересное театральное представление, где каждая песня – это отдельная история, сказка с графическим оформлением на огромных экранах, десятки танцоров, актеров, циркачей. Ну я создал шоу, которому шел все это время, которое мне самому доставляет какое-то внутреннее удовлетворение, удовольствие. На это ушло мечтаний года три. И после созданного я понял, что я артист, я соскучился по публике, я соскучился по зрителям. И что может быть я созрел за это время, накопил в себе совершенно немного другого человека, не который предстает на экране, не который имидж, созданный за все эти годы. Общаясь с прессой и студентами, Николай Басков делился историями своего успеха, мнением о телевидении и журналистах в целом. И самое главное, этот человек занимается тем, что ему нравится, любит свое дело и советует каждому вносить в свою жизнь какой-то вклад. С каждым днем старался быть лучше. Если он становится хоть на грамм лучше для себя, то и в его жизни все складывается по-другому. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюс. На этом у меня все. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых свежих событий. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова